Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам. Здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Санвеле Демьяне. Но перед тем, как я перейду к обзору, я хочу ответить и вот этим фанатичкам, которые прибегают, прибегают, написывают, написывают. Я пропускаю эти комменты, чисто поржать, ну потому что, я думаю, вы так же само с этого смеётесь, как и я. Кто-то из девчонок даже пытается им там что-то отвечать даже. Я иногда, находя время, что-то там с ними типа переписываюсь, ну чисто стебануть. Вот я им хочу ответить. Ребята, прилетел коммент по поводу того, как тебе не стыдно, ты зарабатываешь на севке. Вы упоротые, вы упурканные, я не знаю, запайки, очнитесь, алло, я зарабатываю на левом для себя чуваке. Тем более то, что я зарабатываю, это детский лепет. Вы бы обратили внимание, что чувак творит со своей мамой, чтобы заработать. Так вот, вы предъявляете мне, что я зарабатываю на совершенно левом для себя чудиле, которого я знать не знаю. Я просто смотрю на этот трошняк и на нём зарабатываю. А вы обратите внимание, что чувак творит со своей родной мамой, со своей кровью и плотью для того, чтобы заработать. Вот там бы вы такой актив создавали. И вот там вы бы недалёкие, неадеквашки наяривали и написывали, что как так можно зарабатывать на маме. Потому что, согласитесь, по их логике, заработать на ютубе, на своём мнении, на левом для тебя человеке, это ненормально. А вот срать свою маму, рассказывать за её говно, показывать её пролежни, промежность её, гнилые ноги гниющие, памперсы, фигню ей на морду накватёвывать ради просмотров. Это, представляете, оказывается, по мерку этих недобитых реально нормально. То есть это нормально, да, вот такое со своей мамой сотворить. Но при этом, да, высказать своё мнение о нём, это ненормально. Ты, сука, и курва на нём зарабатываешь. Вот такие вот, ребята, неадеквашки. Я говорила, говорю и говорить буду, что не будут нормальные, здоровые, адекватные люди его в задницу целовать. Они прекрасно понимают, неважно, с какой они страны, с какого они уголка мира, с Украины, да, они прекрасно понимают, о чём идёт речь. Они прекрасно понимают, что это моральный урод. Вторые, ребята, неадеквашки, ему поют о том, что ему надо взять ребёнка с детского дома, потому что он будет замечательный папа, потому что он замечательный сын, да. И вот я хочу сказать, вы упоротые, вот реально вы, наверное, перегрелись, потому что у нас аномальная сейчас жара, и вам, наверное, надо остатки своего разума куда-то в морозилку засунуть, балду свою, ну, возможно, в надежде на то, что она охладится и хоть как-то начнет наконец-то функционировать, функциклировать, хоть что-то там начнет проясняться в вашем разуме. Потому что если это можно назвать хорошим сыном, то я каждой из вас желаю такого сынишку, да, вот прикиньте, у вас уже деменция, вы уже башкой куку, но, ребята, ей нельзя ничего предъявить, там уже реально старость, там уже реально неадекватность, и все это прекрасно видят, то есть у нее уже стерты рамки и грани допустимого, хотя далеко не все в ее возрасте такие, но мы имеем то, что имеем, да, и видим то, что видим. И вот представьте, вы такая уже куку поехавшая, а ваш сын пришел и снимает вашу промежность, а ваш сын на камеру вас заставляет ноги задирать, а ваш сын на камеру ваш зад показывает, ну, это же признаки классного сына. Вот вы знаете, в моем понимании классный сын это нечто другое, но, как оказалось, и я ошибаюсь в этой жизни, поэтому каждый из вас по вот такому вот класснючему сыну. Во-вторых, я больше чем уверена, что никто никакого ребенка ему не даст, потому что дать ему в руки ребенка усыновить, да, это ребенка изуродовать, ребята. И в любом случае у нас нормальные семьи, да, там где действительно вот нормальные семьи, говорят очень часто, особенно в ТикТоке попадаешь на эти видео, что они проходят семь кругов ада для того, чтобы получить возможность удочерить или усыновить ребенка. И там такая строжайшая проверка, поэтому о чем вы недонянчены, то, что вы считаете, что ему не дадут ребенка из-за того, что он отец-одиночка, типа, и женись на Надьке, и тогда вам его дадут. Ему не дадут, потому что достаточно посмотреть его грязь в Ютубе и в ТикТоке, и там будет табу на ребенке. Во-вторых, вы просто, я не знаю, шандарахнутый, что вы вообще творите? Вы действительно ребенку такой жизни желаете? Какой он будет классный папа? Только из-за того, что у него есть бабло, это признак классного папы. Так вот, в нормальных семьях мужики зарабатывают, а еще нормально, да, занимаются своими детьми, но не растят вот таких вот уродов. Поэтому перед тем, как желать, кричать, что это классный папа, я опять-таки хочу пожелать вашим внукам вот таких класснючих пап. И будете наслаждаться. Вам старость таких сыновей и вашим внукам вот таких вот отцов, чтобы вы насладились и кайфанули по полной. Ну и так, ребята, перейдем, конечно же, к самому обзору. Что я наблюдаю? Съемки у мамы. Надюха тут, как тут шустрит. Но первое, на что у меня бросился глаз, это уже какой ролик по счету, она в одном и том же платье. Одно и то же постельное и одно и то же платье. Бляха-муха, ребята, я в шорохе. Я не представляю, как сейчас так можно. То есть все, кто из Днепра, даже с Украины, по всей Украине сейчас аномальная жара. И в Днепре это за 40 градусник прям зашкаливает. То есть я, живя в частном секторе, имею возможность завести генератор, да, потому что это не квартира. Генератор, преобразователь электричества, экофло, и то это не спасает. То есть нет прохлады. Ну потому что ты же не будешь постоянно, да, там 24 на 7 сидеть с генератором, бегать его заливать и так далее. Но вот вопрос в другом. То есть я в частном доме мозгами еду. Я не представляю, как она при таких веерных сейчас еще и отключениях света сидит на пятом этаже. Это можно чокнуться. Мало того, она сидит в одном и том же платье. Она сидит на одной и той же постели. Ну блин, тут, я не знаю, уже, наверное, с этой ванны, с этого душа просто не отходил от душа. Вот просто не вылазил, понимаете, с утками. Наверное, стоял бы там, поливал и поселился там. Я не представляю. И опять-таки, ты помылся, у тебя сразу первое желание, ну как у любого нормального человека, да, одеть на себя чистое. Ты утром просыпаешься, под тобой мокрая постельная, ты не можешь заснуть, с тебя течет. Ну, ребята, это не только у меня, да, такая потливость. Кто-то мне сейчас напишет, вот это ты такая потливая. Нихрена. Я общаюсь со своими друзьями, знакомыми. И у всех одна и та же сейчас проблема. Люди ночи уснуть из-за жары не могут. И вот вопрос весь в том, что ты вылез с душа, да, и у тебя желание одеть чистое. Ты зашел к себе в комнату, и у тебя желание лечь в чистую постель, потому что после ночи простынь уже, да, не свежая и так далее. Я не представляю, как можно проводить изо дня в день в одном платье и на одной кровати. Мало того, я представляю какое-то мамбре от мамы. Потому что я ни разу не увидела у нее никаких средств личной гигиены. Ну, там, я не знаю, дезодоранта и так далее. То есть я представляю, да, что бабулю моют. И это такое себе удовольствие. Жара неимоверная. Одежда грязная, вонючая, потная, липкая. Ну, короче, это полная жесть. Так и хотелось сказать-то в конце концов, да. Ну, ладно, этот мужик не догоняет. Хотя он не может не догонять, да. Потому что ты же тоже так же потеешь, что надо ей купить какие-то лансы. На крайняк уже при мандяч есть свои вот эти вот футболки, которые все равно толком не продаются. И у которых у тебя в вагон и маленькая тележка. При мандячих маме, тем более ты их так рекламируешь, кричишь, что это вообще там на уровне топа. Понимаете, там масс-маркеты отдыхают, там прям уровень чуть ли не тяжелого люкса. Припхни маме, купи, я не знаю, какие-то свободные домашние штаны, какие-то пижамные штаны. Купи по ей, в конце концов, ей там 3-4 ночные рубашки, какие-то легенькие летние халаты. Ну, приведите ее в порядок, чтобы на эту бабулю хоть лицеприятно, ну, как-то ее воспринимал нормально. Приятно было хоть глаз какой-то кинуть, я не знаю. То же самое и дочка. Ну, ты пхнула, у вас в Запорожье такая же самая жара. Почему дочка никогда не приедет к маме и не привезет какую-то нормальную ей одежду? Адекватную одежду. Элементарно, просто свежее нижнее белье. Ребята, я смотрю на вот этот цирк и охереваю, левые люди покупают. Вот Зина пошла, да, купила ей это платье, в котором она ходит домашнее. То есть левые люди думают о том, что она потеет, от нее пахнет. А родной дочери и сыну просто плевать. И, конечно, да, тут вопрос в другом, что мамке это все было, ну, частично было. Она распродала. Ну, коль она уже это распродала, будь добр купить ей новое. Ну, тут хоть Светка с Италии припхнула ей ночнушку, и как там мама, ребята, расшаркалась. Я думаю, мама просто не просекла, что за Светка и какая Италия. Потому что, если бы она понимала, что это сцитники, она бы явно так не расшаркивалась. И так бы такую благодарочку не включала. А тут она так благодарит, так благодарит. То есть левые люди, да, понимают, что маме надо купить сменную одежду, потому что тхнет от нее. Но родные в упор этого не замечают. Ну, да ладно, перейдем к самому обзору. Надюха тут же, ребята, с порога. Рассказывает Севке, что держит мамку под полным своим контролем. Ни шаг вправо, ни шаг влево, потому что на месте будет побег и расстрел. И такое вот, понимаете, по-строгому все, по-серьезному. Ну, и вообще, я понимаю, что Светка ее хвалит, ребята, она как в том фильме, рада стараться. Вот, понимаете, я сразу вспомнила «Белое солнце в пустыне», там, где «Ура! Господин назвал меня любимой женой!» И теперь действительно Надюха, ребята, в статусе выросла. Она теперь действительно, да, любимая жена. Потому что раньше от нее требовалось только приготовить, жрать, забить холодильник и просто участвовать в этом театре абсурда. Теперь же посмотрите, как у нее вырос функционал. Теперь мамку помой, мамку покупай, да, мамке жопу вытри, памперсы поменяй, прокладки поменяй, какашки ее проконтролируй, раны ее обработай, покорми ее, сахар проконтролируй, укол уколи. Ну, в общем, таблетки проконтролирую. Все просто по красоте. И что самое интересное, ребята, она радехонька, она такая радая, она такая счастливая. Самое главное, чтобы не заикнули, что надо обратно пердолить в эти недогарки. У тетки полные штаны счастья. Вот я на нее смотрю и думаю, оголтелая. Ну, вот представьте, ребята, мне бы сейчас сказали за абсолютно посторонним для меня человеком, взрослым человеком, убрать его памперс, убрать его прокладку, обработать какие-то раны. Ну, ладно, там, предположим, уколоть укол, который, например, я не умею колоть, но это еще полбеды. Я согласна приготовить, поесть там, да, где-то убрать, ну, я бы могла помочь. Но вот, например, такие какие-то интимные моменты я бы точно не смогла. Вот одно дело, когда это твоя мама или твоя свекровь это сделать, да, это одно. Там свекор, ну, я не знаю, папа и так далее. Ну, близкие для тебя люди. Но согласитесь, левой тетке бабки подтирать зад за просто так, только из-за того, что, знаете, ты бегаешь в этой эйфории. Ой, господин назвал меня любимой женой. Дура ты. Просто дура. Почему? Потому что севка в одних плюсах. Потому что, согласитесь, первое, не надо платить сиделки, а второе, ты еще и на этом снимаешь контент. И как круто. У бабки есть дочка, у бабки есть сын, а тут родные, да, проморозились. Дочка там вообще своей жизнью живет, она клала и ложила большой толсты на эту бабку. А севка приехал так, чисто ролик отснял и досвидос. А ты с этой бабкой махайся по нотам еще и абсолютно бесплатно. И вот это, конечно, оно. Но я думаю, действительно, это какой вот, надо быть пришмаленной и иметь не всех вольтов в колоде, чтобы вот этим вот заниматься. И еще сидеть, отчитываться перед севкой. И вот эта вот фраза, мы на улицу, мы на улицу одеваем памперсы, а вот дома мы пользуемся прокладкой. То есть вы думаете, какой уже пошел симбиоз. Но обычно мы, это вот мамы маленьких детей, да, говорят, мы покакали, мы пописали, мы покушали и так далее. И то, например, я в принципе против этого, ну мне в принципе фиолетово, я не против этого, да, мне фиолетово. Потому что у меня, например, четкое есть разделение я и четкое разделение мой ребенок, мои дети. Ну для меня это выглядит так. Ну меня, например, ну меня не коробит, меня это не напрягает, когда другие мамочки говорят мы. Ну там понятно, да, там действительно симбиоз. Потому что мама кормит грудью, мама ухаживает за ребенком и так далее. Ну простите, ТВ на Дюхе не ребенок. Ну у нее уже такой пошел четкий симбиоз. И самое главное, вот очень важно, это все озвучить на камеру. Мы туда пошли в памперсах, а сюда пришли в прокладках. Еще обратила внимание на то, что она, да, вот на камеру швяркнула маме укол, закрывает этот шприц, потом садится в кресло, берет вот эту тряпку, которая на поту у себя спейса вытирает и начинает тереться. То есть человек руки не помыл. Ну ребята, ну согласитесь, логически. Кто-то скажет, вот ты, блин, придираешься, она за ручку держит. Ни хрена, складку мамы, ну куда уколоть, да, в пузо, она руками держит, потное чужое тело. Тело женщины, которая ходит под себя. Ну у любого человека будет желание пойти помыть руки. Но согласитесь, это норма. Это не потому, что я там какая-то тетюкнута. Ну любой бы человек так среагировал. На Дюха нет. И вот мне интересно, после вот этих памперсов, после обрабатывания ран, она вообще руки моет? Или она точно так же плюхается в кресло и сидит сиднем в нем дальше? Ну здесь вступила в игру мама и приглашает сам Вэла отобедать. Мне очень нравятся вот эти приглашения, когда приготовлены они своими руками. То есть мама сейчас, ребята, в моем понимании выглядит, знаете, как человек, который уже не может, не осознает, что нужно делать. Вот она сейчас, знаете, сидит какая-то вот такая, ей сказали кушать. Она встала, пошла кушать, взяла ложку, поела. Ей сказали туда, она пошла туда. И что самое интересное, мамка помалкивает. Но я думаю, что это игра. Уж очень она-то где-то переигрывает, понимаете. Ну вот перестаралась называется. Ну вот не верю. Или где-то прям очень переиграла масштабно. Потому что она делает себя сейчас прям конкретно такую немощную-немощную. Я думаю, ей просто очень нравится и удобно, что есть прислуга. И тем более прислуга бесплатна. Вот если бы за прислугу надо было платить, мамка бы подумала. Потому что все мы прекрасно знаем, какая она жадная. То есть там бы мамка, скорее всего, подумала нанимать прислугу, не нанимать, бабки на нее тратить. Но с другой стороны, может быть, бы и согласилась на прислугу. Потому что не ей-то платить. Но мамка-то эгоистка, прислуга-то для нее. А здесь, я думаю, мама вот так конкретно переигрывает, прям старается на камеру. Ей нравится ни хрена не делать. Ей нравится, что ей теперь не надо пердолить в магазин, покупать себе продукты, пхнуть их на пятый этаж. Ей нравится, что не надо убираться. Ей не надо даже самостоятельно мыться. Ребята, ну простите, когда ты можешь помыть себе задницу, но за тебя ее моют, потому что дали команду мыть за тебя зад. Это очень удобно. Ей даже нравится, что прикиньте, вот тебе памперс поменял или прокладку, тебе не надо идти и самой это утилизировать. Когда сложить там мусорное ведро, а потом пойти это выкинуть. Теперь это все делают благополучно за тебя. Это круто. Вот маме это нравится. И согласитесь, раньше он на нее визжал, вставай, готовь. А теперь что? Теперь Надька приготовила. Мамке осталось только проглотнуть. Вот набить свое чрево и пойти лечь, отдыхать. Мамка постоянно в лежачем положении. Мало того, ее как сопровождающий на улице выявил, выгулял, послушал ее бредни эти и вернулась обратно. Ну лафа, а не жизнь. Ну вот с другой стороны, зачем это надо Надьке, вот этого, ребята, я понять не могу. Но все равно на месте севки я бы свою мамку Надюхе не доверила. Зная, как Надька ее любит на самом деле и какой у нее взгляд периодически на мамку попадает, я бы боялась, что такая Надюха угандошит мою мамку. И, ребята, ну это правда. Она на нее смотрит и смотрела, вы помните, раньше с такой ненавистью, с такой лютой ненавистью. Я бы действительно боялась вот именно такому человеку доверить свою маму. Вторая сторона медали, в чем проблема нанять профессиональную сиделку? Человека с медицинским образованием, которая действительно знает, как правильно обработать раны, как правильно поставить уколы, проконтролировать и так далее. Здесь совершенно лебую тетку припхнули, говорят, ну следи за моей мамой. Но это то же самое, знаете, как взять няню своему ребенку с улицы и абсолютно не быть уверенным в ее компетенции. Вот скинуть на няне, сказать, ты должна делать вот это, вот это, вот это. Но при этом как можно требовать от человека, чтобы он сделал вот это, если он этого не умеет делать? Вот это тоже как-то по-дебильному выглядит. Но самая главная реакция Иры. Вернее, полное отсутствие этой реакции. Знаете, у Иры такая вот фигня, баба с возок, а были легче. Пусть кто угодно махается с моей мамкой, лишь бы это не приходилось делать и мне, и лишь бы это не ударило мне по карману. Потому что когда-то, я помню те ролики, когда Ирина грозилась севкой в складчину нанимать для мамки сиделку, чтобы мамкой занимались. Но теперь Ира тихонечко сидит себе там в Запорожье и сопит в две дырочки и даже не показывает себя. А зачем? Вот пока севка распетлял, пока вот эта лохушка лошица сидит с мамкой и жопу ей трет, вот пусть она там и сидеть продолжает. Ну и вот мамка пригласила севку на обедню, но при этом севка типа отказывается. Ребята, и тоже мне было настолько смешно, мамка перечисляет, что там есть. Такое ощущение, что вот понимаете, человек больной, человек плохой, но она до последнего мать, вот на последнем издыхании встала, приготовила, на стол накрыла, зная, что сейчас приедет любимый сын. И говорит, когда и сын говорит, что я типа не голоден, я не хочу, и она говорит, ну пошли со мной хоть для аппетита посидишь. Ну прям мама года. Надюха насыпала, налила борщ в две тарелки, да, стоит две тарелки с борщом. Наверное, севка где-то в крае души надеялся, что все-таки тарелка для него, потому что он как-то с камерой даже аж заминжевался, типа садится, не садится. Но здесь плюхнулась Надюха и начала забивать свою собственную утробу. Как она забыла в этот момент о севке, ребята, я не знаю. Смотрю по времени, ролик затянулся. Продолжим во второй части, а пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok